Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и разработчики выложили на продажу странный набор из двух восьмерок за реальные деньги. Это FCM 50T и ПТ-шка 8 уровня AMX CDA 105, которая мне лично очень даже таки нравится. А что касается FCM, на сегодняшний день это крайне тяжелоиграбельная машина, точнее она практически неиграбельная и тому есть ряд пояснений. Что касается стоимости набора, 25 баксов. 25 баксов за годную ПТ-шку и абсолютно негодный средний танк. У меня очень сильно притормаживает, потому что зашел через Steam, у меня и так в принципе притормаживает даже в Wargaming Game Center, а в Steam'е ну прям совсем ужас ужасный, но по-другому данный набор я вам показать не могу. Короче говоря, за 25 долларов вам предлагают приобрести себе две восьмерки, к ним положили камуфляж на AMX 105 на ПТ-шечку и камуфляж, который вроде бы для FCM, но не является легендарным камуфляжом для данной машины. Также сюда положили три контейнера французских, из которых вам что-нибудь возможно может быть, если повезет, выпадет. Ну а если не повезет, то возьмете себе бустеров, каких-нибудь там сертификатов на свободку и на этом в принципе все для вас закончится. Также есть абсолютно никому не нужный, мне кажется, аватар, который не является даже симпатичным, ну и есть открытое оборудование, причем на AMX вы сможете реализовать эти 25х5, ну а что касается француза, то на нем реализовать будет ну в край сложно. Я имею ввиду не просто отыграть и победить, а получить с этих x5 действительно хорошую прибавку к вашему элитному опыту экипажа. Ну и положили сюда еще открытое все оборудование. Что касается самого ценника, мне кажется, это существенный перебор. Дело в том, что сейчас на продаже есть набор за 10 тысяч, там где лежат в комплекте две действительно годных восьмерки. И стоит этот набор, повторюсь еще раз, всего лишь 10 тысяч золота. Что касается того, что вы можете приобрести себе за 25 долларов, если будете покупать себе на эти же деньги просто голды. Ну и соответственно от этого можете отталкиваться, что вы в принципе можете купить себе потом за эти 25. 17 тысяч золота, это если покупать вот совсем без каких-то скидок, без ничего, обойдутся вам в 23 тысячи. То есть по сути за вот эту голду вы можете на данный момент взять себе две более годных восьмерки и при этом всем у вас еще и там какая-то сдача останется по деньгам. И плюс еще вы сэкономите 7 тысяч голды, которые потом потратите на какую-то другую машину. Ну или допустим за 7 с половиной тысяч возьмете себе еще вдобавок еще две машины, восьмерку и семерку. Короче говоря, если прям совсем психануть и вот эти конкретно машины типа Тайпа и Сушечки вам нравятся, то по большому счету вы получаете за две машины, которые вы не купили, четыре других из которых две уж точно в край годные. Не знаю, может я как-то неправильно оцениваю, пишите в комментариях, но мне кажется, что ценник на машины действительно очень сильно завышен и они реально этого не стоят. Что касается в принципе данных тачек, по крайней мере мое мнение, что касается ПТхи, то вопросов вообще никаких не имею. Я в свое время приобрел себе данную ПТшку и крайне этой ПТхой доволен. Она действительно интересная, она действительно классная, ПТ-водом она зайдет, объективный ценник на данную машину, ее можно вполне спокойно брать даже в голом состоянии, тысяч за семь, семь с половиной. Ну я бы по крайней мере, зная, что это за машина, и если бы ее у меня не было, ее бы выставили на продажу, вполне спокойно за семь, семь с половиной в голом состоянии данную тачку взял. Легендарный камуфляж меня мало интересует. Что касается орудия, здесь хорошее время перезарядки, приятная альфа в 350 единиц, крайне крутое пробитие в 273, обалденное время сведения и шикарный разброс, который составляет менее 0,3. Что же касается нашего ФЦМа, то здесь, ну, история, знаете, такая, очень-очень сложная. С одной стороны, у ФЦМа действительно приятное орудие, с этим я спорить не буду. Чем оно приятно? Оно приятно временем перезарядки, для среднего танка на восьмом уровне имеет время перезарядки в 5,5 секунд, ДПМ практически 2500. Что касается времени сведения и разброса, тоже все крайне приятно и действительно удобно в бою. По пробитию в целом достаточно и можете пробивать, если что, заряжаете подкалиберные. Если хотите пожертвовать какими-то долями секунд в отношении времени перезарядки, то можете поставить себе в оборудовании здесь калиброванные снаряды и ваше пробитие станет существенно высшим, что будет более комфортным, безусловно, в бою. Также есть угол склонения орудия вниз минус 8, это тоже очень приятно и очень классно. Но основная проблема ФЦМа заключается в том, что эта зараза огромная просто до безобразия. Если вы возьмете, допустим, там, я не знаю, для сравнения тяжелые танки, то так, чтобы вы понимали. Вот вам ФЦМ, ну а из тяжей, не знаю, ну вот вам АМХ М4-49. Вы видите разницу, да? Ну, я нет практически. То есть, ну да, там немножко башня как-то по-другому расположена, но размеры, ребят, те же самые, особенно по корпусу. Обратите внимание, по-моему, у АМХ М4 корпус даже меньше, нежели у нашего героя ФЦМа. А с учитывая то, ребят, что здесь вообще нет брони, от слова совсем, играть на данной машине очень сложно. Его выцеливают все, его все пробивают, его этот дебильный уж, простите, верхний бронелист, который практически прямо расположен к вашим соперникам, и с приведенкой имеет 145 единиц брони, то есть 145 миллиметров, это вообще ни о чем. В него даже не выцеливают, в него просто отправляют снаряды, и 95% снарядов залетают в вас, нанося вам довольно существенный урон. Да, может фугасами там особо бить не будут, потому что 80 миллиметров по корпусу и 88 с приведенкой там где-то по башне, это не для фугасов. Но зачем в него фугасы отправлять? Разбирай его просто обычными бронебойными, да и будь тебе счастье. Короче говоря, эта машина вообще неиграбельна на сегодняшний день, ее можно реализовать, но очень сложно, и удовольствия от этого, поверьте, вы получать не будете. В отличие от FCM, AMX CTA, он действительно имеет крутую приведенную броню в верхнем вот этом бронелисте, есть хорошие скосы по бортам, да, картонный нижний бронелист, но эта машина больше для игры на средних и дальних расстояниях. И на средних и дальних расстояниях выцеливать вас будет, ну не так уж и просто, особенно если вы где-то вот так вот будете стоять, опуская орудие вниз, а здесь в принципе неплохая, неплохая цифра по углу склонения орудия. Короче говоря, если вы вот так вот где-то стоите, отыгрываете от неровности, за которой прячете свой нижний бронелист, то здесь выцелить вообще нечего. И вы довольно-таки крутой снайпер. Именно поэтому мне данная ПТХа нравится, я ее в свое время купил себе на новогоднем аукционе и абсолютно об этом не жалею. Что касается показателей по машинам, я не поставил сюда в сравнение все там средние танки 8 уровня или все ПТХи, их просто огромное несчетное количество и рыться там, ну будет совсем прям неудобно и мало информативно. Что касается скорости, то обратите внимание, что ФЦМ, хотя это средний танк, имеет всего лишь на 1 километр скорости вперед больше, нежели у ПТХи АМХа. Ну и назад имеют одинаковую скорость. Короче говоря, АМХ, если их можно сравнивать между собой, хотя это крайне глупо, имеют практически те же самые показатели. Да я бы сказал те же самые показатели. У него выше ДПМ, у него выше пробития, у него все реально лучше. Да, время перезарядки у него больше, но опять-таки Альфа выше и возвращаемся к теме уровня пробития снарядов. Короче говоря, по АМХ вопросов я никаких не имею, по ФЦМу реальная стоимость данной машины, мне кажется, танцует сейчас со всеми плюшками, с легендарным КАМом, может даже с каким-то там серебром и еще чем-то, ну где-то в районе 4,5 тысяч, это максимум. Больше эта машина просто не стоит. Да ее в принципе и за эти деньги будут брать скорее всего только коллекционеры. И обратите внимание на то, какой процент по победам. Даже 49% у машины нет. О чем это говорит? О том, что ФЦМ, он просто вылетает одними из первых из боя и благодаря этому забирает с собой часть ХПМ своей команды, ну и соответственно один минус ствол в бою, что существенно подкосит практически любую команду, которая в бой зашла. Что касается АМХа, 52,5% с учетом того, что играло 373 игрока, вполне себе нормальный показатель. Не идеальный, не имбовый, но он хотя бы есть, в отличие от ФЦМа. Подчеркивая вот все вышесказанное, могу сказать следующее. Не понимаю необходимость или причину, по которой игроки должны задонатить в игру существенную сумму денег для того, чтобы купить себе данные машины. Я рекомендовал бы вам, если вы имеете деньги, все-таки эти деньги вложить тогда уже в голду и купить себе что-то более годное. Пишите обязательно внизу в комментариях свое мнение по поводу всего вышесказанного. Пишите свое мнение по поводу годности или негодности данного набора. По поводу каждой из машин по отдельности можете написать. Мне будет интересно почитать. Ну а я побежал снимать следующее видео. Для тех ребят, которые потом напишут в комментариях о том, что ты даже не выкатил их из ангара, я огромное количество раз их из ангара выкатывал и оставил вам ссылочки на честные обзоры на данные машины в описании к данному видео. Кто не поленится или кому надо, заходите, посмотрите. Я думаю, вы поймете все, о чем я сейчас говорил. Побежал снимать. Вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok